Спасибо. И мы приглашаем в следующий трибюн «Остатки грязи» Вейто и Сева. Аплодисменты! Аплодисменты, аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты, аплодисменты! Давайте познакомимся с главными персонажами данной новеллы. Мосси — один из главных героев, молодой господин из знатной семьи. В его арсенале имеется сильнейшее оружие. По натуре своей это нелюдимый персонаж, который привык контролировать свои эмоции и помалкивать. Его никогда не замечали в борделях, и своим подчиненным он также запрещал посещать подобные места. Входит слух, что он хранит верность принцессе Минзе, своей близкой подруге. Следующий слайд. Второй главный герой — это Гуман. Он также полководец. Молодой генерал, но выходец из рабского сословия. В его подчинении находится полк таких же выходцев из рабов, и они все от него без ума. Он обладатель невероятной харизмы и очень особенного чувства юмора, поэтому даже когда его армию прозвали ублюдочной, он этим гордился. А на его знамени, на знамени его армии находится черепаха, которую он специально заколдовал, чтобы она каждую палочку благовонней кричала «ублюдок». А также, в частности, рисунок черепахи в китайском слайде означает «мужской половой орган». И все было бы ничего, его подчиненные всегда были готовы стоять за него стеной, но случился один фактор. Он предал свою страну и перешел на сторону врага. Следующий слайд. Что же пишет сам автор о новелле? Мятежный полководец Гуман возвращается на родину. Все радовались этому событию и настигшему его возмездию, кроме одного человека. В прошлом его бывший друг, холодный и бесстрастный Мусси. Слух из уличного магазинчика. Говорят, что Мусси придумал 365 способов пыток, чтобы волю натешиться с Гуманом. Однако, подобные слухи Мусси жестко пресекал, что порождало еще больше безумных гипотез, совсем далеких от истинной правды. Но что тогда истина в этой истории? Правда куда более невероятна, чем любой слух. Следующий слайд. Основные события новеллы начинаются с получения Мусси послания от императора, где говорится, что Ляо для укрепления перемирия между ними отправляет Гумана обратно на родину. Еще два года спустя Мусси возвращается на родину, не зная, что же с его бывшим другом. Он выясняет, что Гумана отправили отбывать наказание туда, где никто не захотел бы оказаться рабом, и не придумывает ничего лучше, чем пробраться туда тайком. Попав в пару невовких ситуаций и не узная ничего от Гумана, он подслушивает разговор хозяйки данного места. Из него он узнает, что у Гумана повреждены две из трех частей души, отвечающие за разум и память, а он сам считает себя животным. Мусси предстоит узнать, действительно ли у Гумана повреждена душа. Либо он притворяется. Что известно в высших властье о том, что произошло, и кто к этому причастен? Следующий слайд. Конечно же, эта новелла затрагивает целый ряд проблем, одной из которых является классовая стратификация. То есть мы послушаем, точнее прочтем про различия между рабским и дворянским сословием, которым принадлежат наши главные герои. Также затрагивается проблема непринятия обществом, так как оба их главных героя скрывают себя под масками. Мусси в качестве дворянина не может выражать свои мысли. Точно так же Гуман под маской разбульного повеса скрывает свою тонкую натуру. Следующая проблема – это политика. Касаемо внешней политики, мы уже поняли, что две страны Чунхуа и Ляо находятся в затяжной войне, и в то же время там затрагивается проблема внутренней политики, так как правление предыдущего императора было достаточно лояльным, как раз в его правлении у рабов появились определенные права, в то время как нынешний император прибегает к достаточно жестоким методам. И последняя проблема – это жертвенность, так как наши главные герои очень любят собой жертвовать, им в это время не приходит мысль, что, возможно, их близкие не хотели бы, чтобы они так поступали. Следующий слайд. То, что касается динамики. Конечно же, Мидбанк в привычной манере развешивает ряд чеховских ружей, которые стрельнут нам либо в середине, либо в самом конце. Куча фактов наслаиваются друг на друга, и потом вытекает что-то абсолютно невероятное. Также в новелле, конечно же, есть много флешбеков, но они достаточно мимолетные, поэтому читатель не успевает потерять концентрацию и читать с удовольствием. Следующий слайд. Давайте рассмотрим на графике классическое новелла. В таких произведениях зачастую используют схему эмоциональных качель. Чередуя позитивные и негативные события, автор удерживает читателя в напряжении, не заставляя его оторваться. Следующий слайд. Мидбанк же использует другую схему. Из небольшого отчаяния мы покружаемся на самое дно и опускаемся еще глубже. Следующий слайд. В завершении хочется сказать, что остатки грязи — довольно мелодраматичная и трагичная история. В прошлом близкие друзья, которые сражались друг с другом бок о бок, рассорились из-за череды печальных событий и предательства. Здесь вы прочтете и будете видеть больше ангста, чем флафа. То есть никаких позитивных нот. Также хочется сказать, что, читая эту новеллу, вы погрузитесь в гущу событий и прочувствуете весь спектр эмоций вместе с героями Мидбанк. Спасибо за внимание. Также, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете найти нас и спросить. Очень приятно было перед вами учиться. Спасибо.